всем привет привет вы на канале вот гсн и сегодняшнее видео посвящено тому а изменился ли шмаль турм а именно pz 4s после того как прошло долгое время с момента как он выставлялся на продажу ну как долгое кто не знает свое видео я выставлял 27 июля на тему данной машины и с того момента прошло уже ну практически два месяца я сторонник теории заговора сторонник той теории что разработчики на время пока машина находится в продаже втихую апают машину для того чтобы вызвать интерес у игроков но и соответственно чтобы те обзоры которые снимают ребята в ютюбе но как мастодонты у которых по 200 тысяч подписчиков так и начинающие имели возможность показать машину во всей ее красе соответственно вызвать ажиотаж к машине среди тех кто смотрит эти обзоры но и соответственно повысить продажи когда же машинка уходит с продажи и проходит какое-то время по ощущениям многие танки играются совсем по-другому более уныло менее бронированные менее имбовые чаще промазывают и так далее ребят не обижайтесь те кто со мной не согласен это мое субъективное мнение но для того чтобы попробовать развеять миф или наоборот его подтвердить я снимаю ряд роликов на машинке на которые делал ранее обзоры когда они выставлены были на продажу и буду в дальнейшем снимать видео через месяц через два после того как машины уходили с продажи для того чтобы увидеть разницу или разницы не увидеть и так сегодня мы просто катаем pz4s в конце видео будет ссылочка на обзор машинки которые делал определенное время тому назад ну что погнали в бой меньше слов больше дела посмотрим как играется pz4s по состоянию на сегодняшний день я честно говоря очень надеюсь что ничего не поменялось потому что с учетом того как машинка себя показала на моем обзоре изначально я бы сказал что в целом если она еще больше изменилась я имею ввиду в худшую сторону но тогда машинка вообще как бы ничего не стоит для тех кто не знает не помнит не уследил машинка выставлялась на продажу за три с половиной тысячи голды но в обзорчике там все есть можете посмотреть по ссылочке которая будет в конце видео но по поводу бронированности машинка изначально бронированностью не отличалась но отличалась довольно таки точной пушкой честно говоря не очень хорошо я заехал декер макс все-таки машинка довольно скоро стрельная ну а хп-шки у меня осталось я бы сказал что фиг да нифига ну и вот я практически в ангаре со своим хп 63 единицы особо не поиграешь ну а танковать данная машина не особо умеет так ну вот подтягивается потихоньку декер макс я так понимаю что сейчас будет пытаться выехать и сплести мне потихоньку ласты повезло добрали декер макса уже хорошо может еще чутка поживу может еще какой-нибудь там один-два шота успею сделать вообще честно говоря машинка изначально не предполагает какой-то агрессивной игры и больше приходится на ней хорониться от прицелов врагов потому что по-другому на ней играть практически невозможно так м6 мог его пробить но его успели добрать осталось трое врагов сейчас посмотрим что-то получится не получится счет в принципе ну я бы сказал не сильно прям козырный уже начинаем потихоньку сливаться так но меня вынесли давайте в любом случае досмотрим бой я так понимаю что бой явно проигрышный но только разве что все трое врагов резко станут афкшными у них идет интернет ладно проиграли да и проиграли теперь давайте смотрим на результат по первому бою в отношении урона и в отношении серебра ну поражение поэтому на серебро особо не рассчитываю 360 единиц урона по серебру вообще смотреть нечего ну в нашей команде я короче там предпоследний уж больно быстро меня разобрали побежали в следующую катку я не знаю честно говоря ребят пока ощущение каких-то изменений по танку у меня отсутствует не могу сказать что в изначальных катках на этой машинке когда машина стояла на продаже у меня ощущения какие-то были там прям лучше феерические ну или захлёстывающие каким-то позитивом нет ну играется она честно говоря сейчас по ощущениям ровно точно так же как и тогда так не хочется лезть честно говоря на первую линию надо как-то мне подальше находиться от врагов попытаться отыграть на расстоянии буду честно говоря трусливо прятаться за союзниками ай 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 я бы тебе уступил место да ты слишком быстро начал назад сдавать дружище так но кроме вельбе явно рано или поздно должен начать влага вот ты где друг приехал уже да вот точность орудия не изменилась однозначно вот какая она была такая она и остается по крайней мере по ощущениям так прикольно 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 вопросов нет довольно прикольно довольно точно так здесь я уже из-за туши дохлой никого не увижу поехали 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 запрыгивай на горку чтобы я тебя увидел ай ай как неприятно так придется немножко помансить вправо-влево починим слушайте точность конечно у нее шикарная у этой пушки вопросов нет да приятненько отыгрывается очень приятненько отыгрывается я имею ввиду сама пушка по подвижности машина тоже но я бы не сказал что она изменения какие-то ой 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 спрятаться бы спрятаться бы есть спрятался но сейчас конечно меня доберет товарищ дракула я ему на один шот так ребят ну вот как то так давайте досматриваем бой до конца и соответственно посмотрим на результаты итак ребятки закончился бой в этот раз победой мы сделали один фраг 1100 единиц урона 32 тысячи серебра если я не ошибаюсь да вот она медалька знак классности третьей степени и получается серебруха с учетом медальки и мы на третьем месте по урону запрыгиваем в следующий бой и смотрим по третьей катке почему делаю третью катку мог бы ограничиться с двумя но согласитесь первый бой вообще никакущий второй бой ну я бы сказал плюс минус как для этой машины и как по ощущениям от игры не очень конечно приятное ощущение постоянно пытаться где-то схорониться и выжить вот это немножечко конечно так вот ну подъедает изнутри так ну поехали явно едем однозначно на линию ст поскольку на линии тт делать нам нечего прям вот туда вперед как и в предыдущем бою на первую линию зарываться желания нет абсолютно никакого потому что как только приеду туда явно начну отхватывать так точность вот она точность немецкая нравится по точности конечно блин ребят ну прям вот скорость перезарядки и точность у данной машинки просто таки на высоте так успели проскочить зараза фьюри прошел таки сейчас немножко выше дал ладно помирать так с музыкой тем более союзник остался один я так понимаю что помощь ему однозначно нужна так ладно псих о нем доберем и пободаемся с вот этим товарищем исключительно по кд да ну ребят кд решает кд конечно на этом танке решает очень много что-то меня как-то берут сомнения по поводу победы в данном бою не знаю может там skoda что-то зарешает но я-то не зарешаю на этом танке однозначно вот по всем ощущениям от танка по всем его возможностям его живучести но и тому что им можно наносить в виде урона за какое-то время боя ну как бы изначально понятно что даже если бы союзники сейчас были то ставка явно не на меня так ну попытаемся хотя бы понакидывать урон что ли так понакидывал товарищ думал я честно говорят что сушка стоит ко мне попком и так ребят результаты третьего боя поражение я не могу сказать что поражение позорная я все что смог для боя сделал с учетом всех возможностей данной машины 700 единиц урона 2 фрага результат по серебру проскочил результат по серебру 8000 и среднее место по урону короче говоря ребят скажу так по ощущениям моим субъективным ощущением танчик не изменился у меня есть к вам две просьбы но первая просьбочка напишите пожалуйста в комментариях кто купил этот танчик за три с половиной тысячи и какие у вас сейчас впечатления на сегодняшний день от данной машины я же могу сказать что на сегодняшний день машина явно не для фарма но это вообще пятый уровень да как бы простите шестой уровень как бы вообще не для фарма но даже честно говоря как для шестерки фарм у машины но крайне маленький я бы сказал что практически отсутствует это была первая просьба напишите в комментах повторюсь ваши ощущения данной машины если вы ее купили за три с половиной тысячи вторая просьба для того чтобы писать комментарии по поводу того прав я или не прав изменилась машина или не изменилась если этой машины у вас нет то вот здесь сверху сейчас появится но и кому интересно появится ссылочка на видос который я снимал два месяца назад но и соответственно посмотрите видео сравните его и подтвердите либо опровергните в комментариях мою позицию по поводу того что машина ну по ощущениям не поменялось в отношении ее играбельности на данный момент у меня все возвращайтесь на канал подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу буду вам безумно благодарен за поддержку моего канала также ставьте лайки мне будет крайне приятно это очень позитивная оценка моих трудов и стараний всех благ всего хорошего мира и спокойствия